Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжая рассказ про экспедицию на Красивую Мечу, которая состоялась в августе 2018 года, хочу рассказать вам про каменную дорогу в никуда. Территориально находится она в Тульской области, Ефремовский район, село Шилово. Если смотреть с обзорной площадки над излученной реки, то каменная дорога находится справа в лесочке, практически у самого уреза воды. Краткая официальная справка. Объект «Каменная дорога» является заповедником и охраняется государством. Редкая форма рельефа была предложена к охране в 1981 году геологом Ю.А. Севастьяновым. В 2000-2003 годах проводилось обследование состояния геологической структуры, флоры, микробиоты и фауны профильными специалистами. Каменная дорога представляет собой протяженную до 150 метров площадку-терассу на ровной горизонтальной поверхности одного из слоев доломитов Нценской толщи Донковского горизонта Верхнего Дивона. Площадка находится на половодном уровне реки Красивой Мечи, на высоте 4 метра над ее меженным урезом. Со стороны склона ее окамляет естественный бордюр и слоев доломита с живописной каменно-кружевной каверзностью. Во время половодия поверхность дороги и ее бордюра ежегодно освобождаются от продуктов выветривания и осыпания и представляется наблюдателю всегда чисто подметенной. Растительный покров склона, прилегающего к дороге, образован дубравой, порослевого происхождения возрастом около 50 лет. Конец официальной справки Вот так сухо, по-научному, для многих непонятно. Кому будет интересно полное официальное описание, а также кадастровый отчет по каменной дороге, ссылки будут в описании под фильмом на YouTube-канале Неофициальная история. А для тех, кто не знает всех научных терминов, скажу простыми словами. С официальной точки зрения, каменная дорога объект чисто природного происхождения. То есть люди тут ни при чем, оно само так получилось. Ну что же, давайте посмотрим, что там да как. Чтобы попасть на дорогу, проходящую вдоль реки, нужно спуститься от смотровой площадки по довольно-таки крутому и высокому склону холма. Это почти что гора, с выходящими на поверхность участками скальных пород. В самом низу склон холма вообще приобретает вид каменной стены, причем ровной и гладкой. Каменные блоки местами вывалились, но в целом стена напоминает поддерживающую стену, которую используют в горной местности. Спустившись вниз, идем пешком по обыкновенной грунтовой дороге. И вдруг внезапно грунтовка сменяется дорогой совершенно другого типа. У нас под ногами, безусловно, камень. Но в нашем понимании каменная дорога – это что-то вымощенное булыжником, по типу мостовой XIX века. Но эта дорога, как будто бы выложенная огромными плитами, ровная и гладкая, явно не тульские дорожники старались. Каменная дорога проходит ровно вдоль берега реки Красивая Меча. Причем с одной стороны от дороги каменная стена, с другой – река. Но что самое удивительное, как будто бы эта дорога была специально создана для транспорта. Ее ширина около 3 метров. Лишь в двух местах расширяется до 5. К большому сожалению, этот участок идеальной доисторической трассы имеет протяженность всего 150 метров. И заканчивается так же внезапно, как и начинается. Поражает идеально ровный профиль поверхности дороги. Не каждый строитель в наше время сможет с такой точностью сделать дорогу, используя современные приборы и технику. Причем отчетливо видны блоки, с которых состоит эта дорога. Эти блоки неправильной геометрической формы, но верхняя поверхность у всех идеально ровная. Толщина этих блоков около 1 метра. Это четко видно сбоку, если зайти со стороны реки. Также с этого ракурса видно, что это отливка из материала, чем-то напоминающего бетон. Мы с таким уже сталкивались, когда рассматривали Ишутинское городище. Блоки такие же пористые, состоят из такого же материала. Более мелкий камень, скрепленный вяжущим раствором. При этом стена имеет ровную поверхность, а блоки, из которых она выложена, правильную геометрическую форму. Что интересно, и этот факт хочу отметить особо. Время и эрозия сильно разрушили некоторые участки стены, но каменная дорога при этом практически не пострадала. Говорю практически, потому что блоки, из которых состоит каменная дорога, это на самом деле куски одного большого камня. Почему куски? Да все просто. Во-первых, стыки между этими частями очень напоминают трещины. Во-вторых, блоки таких размеров доставить сюда просто нереально, даже на современном транспорте. Особенно учитывая рельеф и то, что тут мало места для большегрузных машин. И уж точно эти блоки не привозили на телегах, запряженных лошадьми, так как размер блоков в ширину больше телеги в 3-4 раза. То есть остается только один вывод. Эти блоки отливались на месте в едином технологическом процессе. Возможно, весь участок за один раз. А так как река очень близко, то она постепенно подмывает основание под дорогой, и единый камень лопнул на несколько камней поменьше. В итоге эти камни постепенно сползают в реку, образуя у дорожного полотна неровный рваный край вдоль реки. В связи с этим к строителям возникает резонный вопрос. Обладая такой технологией отливки камня, что последние не разрешается сотни лет, неужели они не знали, что река рано или поздно подмоет основание дороги? Почему было ее не сделать немного выше, например? А может уровень реки был ниже? Знаю, река в том месте и так мелкая и ниже некуда, поэтому вопрос оставляю открытым для обсуждения зрителей. Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Кстати сказать, дно реки состоит из песка и камней, мелких и очень крупных. Справедливым будет вопрос, а почему мы решили, что дорога искусственного происхождения? Давайте разберемся подробнее. Если принять за основу официальную точку зрения, о природном происхождении дороги и слоев камня, то возникает сразу ряд непонятных моментов. Самый первый вопрос. Почему слой камня, по которому проходит дорога, доходит до кромки воды, а вышлежащие камни заканчиваются примерно на одинаковом расстоянии от реки? Повторюсь, ширина дороги около трех метров. То есть она продолжается как в сторону стены от колеи, так и в сторону реки. И это все камень. И эта ширина практически везде одинаковая. То есть, если слои камня природного происхождения, то как вымыло эту узкую полоску вдоль реки, причем так, что стена получилась почти вертикальной и правильно ровной? Тут еще нужно учесть тот факт, что край камня, составляющего дорожное полотно, на котором мы сейчас стоим, со стороны реки у этого камня крайне ровный. То есть вода камень не точит в данном случае. Давайте разберем такой вариант, что камни действительно природного происхождения, но дорогу по ним сделал человек, просто срезав все лишнее от слоев, которые располагаются выше дороги. Это больше похоже на правду и объясняет ровную стену вдоль дороги. Но тогда возникает резонный вопрос. А для чего именно здесь понадобилась дорога, что ее пришлось прорезать в камне? Куда она вела? В настоящее время в ближайшей округе нет ничего, кроме камней, лесов, полей и рек. Точнее одной реки, которая извивается на всем своем протяжении. Современная дорога проходит поверху холма, над рекой, и имеет направление перпендикулярно этой дороге. Друзья, как вы думаете, возможно ли, что в прошлом люди так стали заморачиваться и сделали хорошую дорогу вдоль извилистой реки, чтобы рыбаки могли подъезжать к ней на телегах? Нелогично. Тогда откуда и куда вела эта дорога? Практически у самой кромки воды. Я сейчас не буду фантазировать на предмет закопанной пирамиды, хотя стена у дороги очень сильно ее напоминает. А если точнее, то напоминает даже не пирамиду, а декурат. Не буду строить догадок про то, что здесь могло быть какое-то крупное искусственное сооружение. И эта дорога его часть. Сейчас я просто излагаю факты. Выводы будут сделаны. В последнем фильме, посвященном экспедиции на красивую мечу. А сейчас просто подведу итог увиденному. Первое. В наше время эта дорога никуда не ведет. Места отдыха вдоль реки не в счет. Второе. Стена вдоль дороги – это аккуратно обработанная скала и в некоторых местах обложенная правильными прямоугольными блоками. Третье. Материал полотна дороги напоминает современный бетон и, имея пористую структуру, похож на серую каменную плиту, рассмотренную нами в Ишудинском городище. Четвертое. Полотно дороги выполнено методом отливки со строгим соблюдением уровня поверхности. Друзья, на этом я с вами не прощаюсь. Далее будет развитие темы. Мы обязательно вам все расскажем. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok